Давайте помолимся перед занятиями, а то как-то вот мы понятны. Отец Небесный, благослови наше присутствие здесь и изучение Слова Твоего, Господи, и даруй нам в мыслях уйти в елис, или в пустослой, или в человеческое осуждение, Господи. И даруй нам точно понимать Слово по Святым Отцам, как учит нас Фефелак Болгарский, втолкователь Священного Писания. Помоги нам, Господи, уразуметь его и исполнить жизни нашей. Тебе слава веки и поп. Аминь. Аминь. У нас уже пошло третье занятие, когда мы еще не можем понять, чем нам заниматься. И всегда какое-то дело есть, и всегда чем-то занимаемся. Мы прошли на каком-то... Слушаем, тихо. У нас уже два занятия было на свободную тему. То есть предыдущее и позапрошлое. Вот сейчас третье занятие, мы еще не можем определиться. Были предложения какие? Николай сказал, давайте изучать по 18-му тому мусульманство и христианство, то есть параллель. И предложение было кем-то поддержано, кем-то не поддержано. Вот, было другое предложение. Какое? Вот у нас были занятия по изучению Священного Писания во вторник и в пятницу, по два часа в неделю. Мы читали подробно Священное Писание, потом толкование и проповедь. То есть на занятиях за четыре часа, если даже там половина проспишь, но все равно ты что-то уразумеешь, и это каждую неделю. А в воскресенье мы еще собирались, вот как сейчас, на один-полтора часа, чтобы позаниматься. Сейчас ощущается острая нехватка занятий. Просто нехватка. И вот на прошлое занятие было предложено позаниматься пока до седьмая глава послания к римлянам. А я потом подумал и думаю, ну как вот совместить там нам мусульманство и Библию? Оказывается, можно. Вот в Мисам Мамедани есть такая книжка, как беседовать христианину с мусульманином. Я вспомнил эту книжку, синенькая такая небольшая такая брошюрка, но в ней основа всей беседы с мусульманином строится как раз на послании к римлянам. Вот я не знаю почему, но совпало. То есть его в основу он положил. Потому что верить в Бога веруют и иудеи, и мусульмане, и христиане веруют в единого Бога. И у нас внешнее даже богопочтение в какой-то степени с мусульманами похоже. Так храмы стоят, мы так колено преклонение у нас. Там у них пять, мы семь решили. Вроде бы и бороды нас. Вот сейчас одень тибетейку на Сергея или на меня. По Казахстану даже не отвечи, что ты не мусульманин так. А суть, разница в чем? В том, что у нас вера во Христа как в Спасители, и мы спасаемся не делами, а верою. Верую во Христа, верую и его благодатью, которую дает нам Господь Иисус Христос. И именно в послании к римлянам основательно разбирается этот вопрос. Почему вот он в основу и положил? Потому что все остальные послания важные, полезные. Но коренное глубокое отличие от всех остальных веры, в частности от мусульманства, нам дает апостол Павел в послании к римлянам. Ну и вот, как бы предложение такое у меня есть. В основу положить послание к римлянам и делать ссылку на эту книжку, на эту брошюрку. Ну, конечно, читать толкование может, чтобы не было. Кто за, кто против? Предложение. Какая-то правильная. Заодно мы и повторим все. Но книжку я эту не принес сегодня. Постараюсь в своей библиотеке, у меня все сейчас в сумках там лежит, отыскать эту книгу, чтобы она была у нас. И мы будем ее читать и как раз с римлянами сравнивать. Вот. Ну, говоря о мусульманстве, вот в этой книге автор делает какой основной упор? Он говорит, ну, это неподробная его речь, мусульманина переубедить невозможно. Вот просто ты захотел его сделать христианином, невозможно. Но засвидетельствовать ты ему можешь. И важно, что требование, какое он выставляет. Свидетельствовать нужно ему о Христе, библейскими словами, но по его понятиям. То есть надо использовать его понятия для мусульманина. Потому что, вот, например, взять, говорим, мы Евангелие от Марка или Евангелие от Луки. И мусульмане сразу зададут вопрос. Да, Евангелие я знаю, это Инджил. Но оно ведь одно было от Иисуса Христа, от Иссы. А почему там четыре у вас появилось? Надо, говорит, Медоник, сказать. У нас одно тоже Евангелие от Иссы, от Иисуса Христа. Но оно написано четырьмя авторами. То есть вот так, когда ты скажешь, говорит, мусульмане сразу у него, о, все понятно тогда, хорошо. И он уже начинает тебе располагаться. Допустим, когда мы говорим о Боге, то не надо бояться слова Аллах. Потому что Аллах, Элуим, божество. Элуим по-еврейски у них, по Аллах, у нас тоже Аллах. Но надо объяснять, что Аллах, Элуим, Бог у нас в трех лицах. Иисус это и есть Бог, Аллах. И вот когда мы это засвидетельствуем, и там много таких моментов, где обращается внимание, как точно мусульманину сказать. И вот на каком случае у тебя будет конфликтная ситуация, мы не знаем. Но уже ты должен, ну ты уже уверен будешь, что ты точно донес до мусульманина. Вот он уже точно понял, что да, вот это вера. Христианская это наша вера. А не так, чтобы говорим об одном, говорят об иконах, а не объяснят, что иконы это и есть образ. Если объяснить, что иконы это образ, тогда может быть многие баскистов бы наконец-то осознало, что образы и иконы это в принципе одно и то же. Вот. То есть послание к римлянам решили изучать. Ссылка на мусульманство. По книге в Месаме Медане, как свидетельствовать православному христианину, ой, как свидетельствовать христианину мусульманину. Это лично твоя книга? Это лично Игоря Добунова книга, я попросил у Марины. Состава никогда не брать, потому что мы людям отдаем, чтобы они не были попорщены, замазаны. Ты сам-то с мусульманами когда-то беседовал хотя бы раз? Беседовал, конечно. У меня в Ускаменогорске родня, а там мечеть, я ехал в Газели, ехал в Газели, а я ездил, я в тюбетейки купил, зашел в магазин, там национальные одежды, купил тюбетеечку такую, и ходил по дорогам, а у меня было три тюбетейки, две белых и одна бордовая. Я иду в белой, в сторону, где моя тетушка живут, прохожу, у меня борода, тюбетейка, машины все останавливаются. Идет вот, видимо, почтенный человек, но я как бы не очень, а я шел даже на красный свет, по-моему, потому что не увижу, там солнце яркое, непонятно какой свет, говорит, а я тихонечко иду, и вижу, раз, так все приостановились, я прошел, и так все. И вот такое отношение благоговерное было. Потом ехал я в машине, в газели, возвращался от родственников, тоже в тюбетейке, и ко мне, о, брат, как там у нас, я говорю, ты откуда, я из России, из Барнаула, о, а как там братья поживают, так прям он со мной все. Ну вот на таком уровне беседа была. Я когда ему сказал, что я все-таки христианин, он, ищи истину, он расстроился немножко, говорит, ищи истину. Все. Потом я заходил в мусульманскую мечеть, так как я с бородой, там женщина, там надо было разуться, я разулся, прошел. Вот. Ну, это было с целью, опять же, благовестия, а не из-за того, что я стал мусульманином. Ну, меня приняли как по-мусульмански там, ну, там, я бы сказал, не такие уже ревностные, фундаментальные мусульмане, но просто такое общественное заведение с мусульманским уклоном. Вот. Ну, а она так, чтобы свидетельствовать. Ну, и просто были общения, вот, нерусские ребята работали у нас на коттеджах, там, они тоже себя считают мусульманами, там, сало мы не едим, едим там плов, там, то-то и не то-то, но в результате, как бы, грехов очень много, а переубедить очень сложно. Ну, вот такой был мой опыт личный, а так-то серьезно. несколько раз помянул про тюбетейку. Ты считаешь, что тюбетейка помогла тебе сойти за мусульманина? Да. А ты знаешь, зачем это грозит тебе? В житиях святых написано, он надел, скупил их, ну, не тюбетейку-то, чтобы торговать, а на них пошлины нет, а на христиан, тройная пошлина там. Ну, и он день проторговал, ему понравилось, он опять тюбетейку надел, а потом ему голову вместе с тюбетейкой сняли. Так что ты смотри, а то без рукомойника останешься. Под них не надо подлаживаться нигде. У них уровень развития не твой. Но у него кинжал. Как Маус Дудуна говорит, у меня винтовка, я поставлю любого на колени. Вот и все. Ты пропис, а передо мной будешь стоять. Что нужно здесь? Самое главное. Кого предузнал, тех и предопределил. Кого предопределил, дальше говорит, избрал, осветил, просветил, все. Он не избран, ничего не за... Засвидетельствовать надо. И знай, как говорить. Ты ему напомни, о грехе первородном и о сегодняшнем состоянии. Никакие бараны не помогут. Это сегодняшний баран. О грехе сделал вчера и позавчера. И сегодня. Когда у него понятие о грехе будет, это самый простой довод. Ну, ты скажи, должник, оплатить нечем. А за тебя может другой заплатить? И подводи тому, что сделал Христос на Голгофе. Это центральный разговор с любым мусульманином. Не затрагивай, не Аллах, это один и тот же Бог, это совершенно разный Бог. По описанию Аллах, который у нас Бог, это совершенно разное. Даже близко ничего нету. Качества, свойства их, Аллаха и нашего Бога, они разные. И не надо тут натягивать. Надо так все и сказать, если придется. В эту дискуссию никогда не входи. У него никаких доказательств нет. Он такой же мусульманин, как у нас многие православные, которые я православный, он ничего не знает, Библию, как я держал, на равных. Ты ему говори конкретно о спасении, о Христе. Он не принял. Ты отойди от него, не избран. Не раздражай его, это бесполезное дело. Он не избран у Бога от вечности. Кого я избрал, тех предопределил. Он не предопределен. У него назначение быть в аду. И ты его туда никогда не вытащишь. И не ставь такой задачей. Игнатий Бринчанинов прямо сказал, и не покусись немощной рукой остановить этот поток. Тебя просто сметет. Засвидетельствовать, сказать, я могу. Что будет с мусульманством дальше? Оно сойдет, они говорят, оно захватывает все, оно сойдет полностью на нет. Да как так, вы знаете, сегодня они укунули 20,5 миллиарда. На нет. И при том, очень внезапно. Ты нигде не встретишь, чтобы ходил проповедник евреев и проповедовал и звал евреев. Ты нигде во всем мире за 3 тысячи лет. Ни одного нет. Почему? У них задача все проповедники только для того, чтобы никого не допустить до себя. И захватили весь мир. В их среду попасть невозможно. Ты не еврей. Если еврей, то только так, в прихожей будешь ботинки чистить, распространять, ну там, Бушем будешь, Рейганом, но дальше Рокфеллером, это все пешки. Все знает только левицкое колено, и у них 3 человека, которые еще над ними. А нам это знать надо. Ну просто, неплохо, что знаешь, а не знаешь, никакой потери нет. Ты им скажи о Христе великой тайне Бога воплощения. А он не примет и убьет за свидетельство о Христе. Апостолов за что били? Они говорили, что Иисус, которого распяли, Он тот самый, который обещанный Мессия. Все. Теперь примет или не примет? Иисус из Назарета, которого вы распяли, это тот самый обещанный Мессия, пророк, и он пришел. Проповедь на этом закончилась. И апостол Павел из Писания доказывал, что Иисус есть Христос. И когда Иоанн заканчивает Евангелие от Иоанна, он говорит, 21 глава, все же написано, и дальше говорит, все же написано, с какой целью это? Чтобы вы поверили. И дальше поясняет, что Иисус, Иисус из Назарета, это есть тот самый Христос, который обещан. Иисус не обещан по Писанию. Это его назвали при рождении. Обещан Христос. Да вот, с большой буквы пророк, его восстает Господь, как меня, мусульмане говорят, это говорит сам Мухаммаде. Ну, что ты скажешь? Он так понимает, и ты не убеждая его. Переубеждать никак нельзя его. Мы можем говорить, делать доводы. Ну, допустим, баптисты, сектанты, адвентисты, яговисты, ну, все-все, которые против икон. И у меня доказательство, в течение пяти минут я ему докажу, что иконы не идолы. Но я ему докажу, что без икон можно спастись. А он и без меня это знает. Я говорю, вы на исход двадцатую главу напираете, что не делай изображение, а до двадцать пятую главу у вас духу нет досчитать, а в двадцать пятую написано, сделай изображение. Бог не может говорить сам против себя. Значит, нельзя делать то, и дальше перечисляем все. Что на небе вверху, я всегда пишу конкретно, что облака, звезды, луна, ну, и что там еще на небе, ангел, архангелы. Нельзя сделать? Нельзя. Подпишись, что ничего нельзя сделать. Двадцать пятую, сделай херувим. Они на небе вверху. Ну да, ты сейчас расписался, что нельзя херувимов делать. То есть, ты его сразу остановил. Да, конечно, разве сделали? Сделали все, как положено. А дальше Моисей скинул, херувимов, сделал повеление. Третья книга царств, третья, пятая глава, Соломон строит храм. И что он сделал? Он туда натащил того, с чего вообще в ум не вообразишь. Львов. Львы это не чистые животные. Двенадцать валов. Ну, еще это чистые животные. Там огурцы всякие висят. И Бог принял ли это? Нас интересует одно. Как Бог посмотрел? Написано, слава несравненного Бога наполнила этот храм, и священники не могли стоять, облако наполнило. И они должны были выйти. Так, было это или не было? Бог принял, принял. А апостолов куда пришли? Ну, в Соломонов храм. Они писания не знают. Я говорю, читаю 25 глава четвертой книги царств. На Бог он носа разломал, море медное, все сосуды вытащил, храм разрушил. Куда они могли прийти апостолы, когда храм-то разрушены-то? Да как же мы считали в Соломонов храм? Да он разрушен. Вот ты веришь, что это четвертая книга царств, 25 глава, правду говорит, да, передо мной баптисты сидят, общины. Правильно. А куда Христос пришел? Куда? 41 глава книга Порока из Икииля. И Бог говорит, что показывает проект. И проект такой, что от пола до потолка, снаружи, изнутри, изображение иконы. Это Бог повелел. И апостолы приходили. Так они были еще ветхозаветнее, ошибаешься. Во второй главе говорится о сошествии Духа Святого. А в третьей, говорит, они шли в храм в час молитвы девятой. Так они уже были просвещены Духом Святым? И они шли в этот храм. Так это инорское капище было или храм? Ну? Так они еще за храм держатся, будь здоров. Там Трофима ввел. Я тебя спрашиваю, это инорское капище? Нет. Все. И у нас изображение, а у вас капище. У нас изображение, у нас святые иконы везде. Вон, смотри на стене, Кирилл и Мефодий. Вон она, видать. Видите как? Покажи. Посмотри как. Это просветители славянских народов, благочестивающие люди. Он слева, Николыч Дотворец, Божья Матерь, Христос. У нас иконы, изображения. У нас все по Писанию. Так а там же не было изображения святых. Это все пять минут, я успеваю говорить. Там не было, потому что все люди до Христа в Преисподнюю шли. Яков говорит, с печали сойду в Преисподнюю. А сегодня они на небо взяты. Со мной будут жены не в раю. И видел я сонмы, сонмы на небе. Вот, а раз они на небе, то на небе они, а раньше только имена были. Имена. И поэтому 12 имен у него были на рамниках, а образок не было у Аарона. Имена на небе были написаны. Откуда ты знаешь? 32 глава. Он говорит, Господи, если ты их не простишь, то и меня из книги изгладь. Из книги жизни изгладь. Значит, он был там, Моисей. Был. Поэтому имена на небе написаны. Они и в алтаре были написаны у них. А образы людей не были в Преисподней. Поэтому они на небе не были. А сейчас они на небе, поэтому у нас иконы в храме. У нас храм по образу небесному составленный. Все. На этом закончились в Аптистане. Половина уже считает иконы не идолы. Это самый удобный, быстрый, 5-минутный разговор. А теперь 7,50, которые не согласны, они будут работать. Так что, без икон не спасешься? Почему не спасешься-то? Про иконы не говорится, что они их спасению содействуют. Иконы это по нашей немощи. У меня воображение слабо развито, мне нужен художник. Вот представь, без иллюстрации, Новый Завет понадобится, без иллюстрации, да, с хорошим. Ну, в армии сын служит. Хорошо, она при ней не сядет. Фотокарточку выше. Ты доволен? Нет? И мать прижимает, его к сердцу, целует родной сыночек. Да это фотокарточка, баба. Ну, уже мы понимаем, что она не фотокарточку целует. Она переносит свою любовь к этому первообразу, который в армии. Тем более, для чего на кладбище, в аптисе, везде образы своих родных, чтобы сразу его представлять, кто здесь был, молодой, старый. Все, стихонный вопрос закончен. Дальше о церкви. Самый дохлый вопрос для них, это церковь. Они не знают, что такое церковь. Где двое или трое собрались. Да не двое или трое собрались, а двое или трое собраны и во имя Христа. Во имя мое. А во имя-то его вы никогда не собирались. Во имя Христа можно собираться, только в церкви находясь. Во имя Христа нельзя в пивнушке собираться. Поэтому церковь тратила громадное усилие доказать, что такое правая вера, православная. Иеретики. Семь соборов прошло. У сихтантов не одного дня. У них, конечно, совещания, ассамблеи какие-то бывают. Где-то Лазани, Камберры. Они собираются для того, чтобы все соединить в одно. А апостолы собираются для того, чтобы разъединить. Разъединить. Иеретиков отсечь. И Ариан объявить вне закона. На истории вне закона. Вот все другим путем сегодня идет. Церковь Христова. Она посвятила буквально все семь соборов. До восьмого Вселенского не докинули только. В восьмом веке уже закончена эта борьба была. И поэтому сихтанты не церковь. Мы церковь. По названию. Но действительно ли мы церковь? Церковь в действительности тогда, когда люди живут со Христом. Движимые Духом Святым. Они так писали. Святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Заучил 1 Петра 3.21. А ты, считающий, каким Духом движешься? Ну подожди, я тебе еще место Писания подберу, будь здоров, я тебе врежу. Да Писание не для того, чтобы врезать, а для того, чтобы грехи отрезать. Да, я знаю много мест Писания, которые говорят прямо против тебя, сидящие рядом. Против тебя знаю места. Но Бог интересуется, знаешь ли ты, что против тебя написано? Которое меня очистит. И я, находясь на этом месте, абсолютно точно знаю, что в Писании большая часть Библии написана для меня. Она против меня. Одобряющего очень мало. И все это оживотворяет. Ты конкретно поставил задачу обратить мусульманина. Как ты с ним был? Я имею общение. Ну, слабенькое. Слабенькое. Настоящее общение с мусульманами имел отец Данил Сысоев. Я, ну может редко какую книгу его не прочитал. Это был настоящий благовестий. У него есть много, с чем я не согласен. Вот там путешествия по храму, он там показывает где-то. Я бы даже не завел в храм. Что там показывать? И говорить. Но он твердо уповал на то, что находясь в московской патриархии, тут как бы все ладно. Ах, не так. В беседе со старобрядцами он занял позицию абсолютно неверную. Правильную позицию в отношении со старобрядцами занимает теперь югумен отец Кирилл Сахаров. Когда нападают старобрядцы, он говорит, да наши-то не коня не гнали и жгли, как протокол по вакууму. А они нас только палкой ударили, плюнули, там еще особенного. Вот, а давайте перетерпим. Мы должны это сказать. Мусульмане-то от православных-то, чего они хорошего видели-то? Куда их звать будут? Он воевал согласно написанному. Он говорит, у меня четыре жены. А православных-то разберись, только официально венчаны Иван Грозный семь раз был. Как? По закону? А теперь его в святые тащат. Может быть и святой, но это никуда не денешь. Беседовать с мусульманами можно через признание своей вины. Да, мы были плохие православные, вот я не воюю. А как вы сама, вот мы к вас захватим, вы к чему готовитесь? Ни к чему мы не готовимся, как умереть. Поэтому, а чтобы умереть достойно, я должен все время святости добиваться перед Богом. Быть жертвенным. Жить для Бога. Мы готовимся не к Третьей мировой войне, а к предшествию Христа. Но перед ним будет еще Третья мировая война, воцарение Антихриста, начертание на правую руку или на чело. Но все это никакого значения не имеет, если с тобой Христос. Я просто, ну на мороз выбросил. Ну на морозе не буду же я год жить-то. Я к утру и околею, и все. Дальше забытье, ну как, когда люди замерзают, и дальше уже поплыл, и как под наркозом. И все, со Христом быть. Я вот, например, как отец Даниил Сысоев, к мусульманам не пойду. Говорят, он специально их там драконил делать. Это глупости. У него дед там мусульманин был, даже был он у них муллой. Он пришел к своему народу, отец Даниил. У меня-то нет татарских корней-то. У него корни татарские все эти были. Кто он там, чуваш, не знаю даже. И поэтому подражать отцу Даниилу нельзя. Вот сколько уже годовщина, а ведь нигде нету ему подобного-то. Нигде нету. Ну что, Синяев пойдет на это дело? Полтора центра туши. Он весь, он как воздушный шел. Он горел огнем. Даже неправильно у него огонь был. Иногда со старообрядцами он на сто процентов неправ был. Но он горел огнем, он желал лучшего. Он восхвалял там патриархию где-то. Это неправильно. Я считаю конструктивную позицию, когда мы начинаем с себя. Я должен измениться. И вот на этом все. А тут перед старообрядцами принести покаяние, как зарубежная православная церковь. Не потому ли, говорит, была революция, нашу церковь подрубили под корень, что мы возгнали. Это возмездие за то. Какой правильный подход. Это, видимо, Даниил там какой-то истрийский у них был. Епископ старообрядческий. Поэтому лучше не знаешь, тему не трогай. Давай по Евангелию. Я к мусульманам не пойду. Знаете, я скажу про отца Даниила. Мы немного ростом пониже и духом пожиже. Чтобы равняться на отца Даниила. Я могу только молиться и желать, чтобы у русских были такие люди. Я не такой. Это Игорь его, который он нес, я не понесу. У меня нет этого опыта. Нет их корней. Ему это дано было. Но я твердо знаю, что за 2000 лет из русских священников никто так не любил мусульман, как он. Это я 5 минут докажу. Он до смерти любил и жизнь отдал за них. А что убили мусульмане, это неизвестно еще. Не доказано. Поэтому умолчим. Давай. Римлянам 1 глава 1 стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Толкование. Ни Моисея, ни после него многие, даже евангелисты, не выставляли имен своих перед писаниями своими. А апостол Павел ставит имя свое перед каждым посланием своим. Это потому, что те писали для живших вместе с ними. А он посылал писание издали и по обычаю исполнял правила отличительного свойства посланий. Только в послании к евреям он не делает этого, ибо они ненавидели его, посему, чтобы, услышав тотчас имя его, не перестали слушать его. Утаивает имя свое в начале. Вот, Игорь, постой-ка. Вот как раз мысль мне прямо сейчас пришла. Вот в данном случае, любовь апостола Павла к евреям, она была несомненная. Он говорит, да родные по плоти, что готов быть лишен Царства Небесного. Прямо говорит. Такое только у трех человек было. У Моисея, у Павла, у Серафима Саровского. Больше ни у кого. Я больше не читал. Ни в житиях святых нигде нет. И скажу, что все трое не понимали, о чем говорят. Лишить Царство Небесное. Это просто в ревности сказал. Ну, представь, что это ад. Это навеки. Ты был там в аду? Нет? Когда один день тебе покажется за тысячу лет. Поэтому, вот, апостол Павел любил евреев. А они его ненавидели. Искали убить. Вот отца Даниила Сысоева точно так же эти мусульмане. Вот с чем можно сравнить. В переводе на мусульманцы отец Даниила это апостол Павел. Только в послании к евреям он не делает этого. Мы прочитали. А для чего он из Савла переименован Павлом? Для того, чтобы ему и в этом не быть меньшей верховного из апостолов. Названного Кифой. Что значит камень Петр. Это описывается в Евангелии от Иоанна 1 глава 2 стих. Это все придумано. Вот Феофилак говорит это. Это он придумал. Ни на чем это. Для того, чтобы не быть ниже. Павел заботился именем. Да и в какой высотах он узнал выше всех 12. Это надуманное монашеское. Повторяю, что Феофилак ни этого доказать никогда не может. Я считал, что он, когда проконсул Ильима Волх противодействовал, и проконсул Павел Сергий был. И после этого он считает, что в честь этого обращенного проконсула он себя назвал. Почему? Наоборот, он принял имя Павел. Павел означает малый. Он как бы именем унизил себя, а тут получается как бы возвысил от себя. Петру переменили, и я хочу быть... Да за кого Павла считаете? Не до умок какой-то. Не поэтому. С прошлым было покончено. И послание сегодня нигде не найдете, что послание апостола Савла. Этого нет нигде. Я думаю, я так думаю, тоже доказательств нету, что ему Бог положил так на сердце. Положил на сердце. В прошлом покончено. Имя другое, как написано Иисусом, назвали там Иустом. Потому что Варнаус, сын утешения назвали там. Ну, это было по делам. И имя переименовывалось. И по апостолу Павлу видно, он был скромен. Хотя говорили, что он превозносится. В личном присутствии речи незначительные. Но это все завистники были. Мне вот это все очень близко. Я на своей жизни это испытал. Как чуть-чуть, что-то... Это гордость, мало того, гордыня. А в чем гордыня? Ну вот, пленки распространяли. А как я должен был? Ну а зачем о своих делах трубить? Ну ладно, я пленки насчитал. Я не хочу трубить, хочу быть скромным. И под кровать, и ждать, когда КГБ заберет. И что бы дальше было? Вот у нас сидит свидетель. Вот сколько? Сейчас у меня только два свидетеля. Олегкина, ты где у меня? Алла. Подойди сюда. И вот Валентина Барышникова. Вот она это знает. Как распространяли, как свидетельствовали. А она свидетель тех годов. Она была рядом. И у меня через один подъезд жила Рая Шишкина. И к ней мы провели провода. И когда я включаю, и у нее включается, и тоже в доме говорит, чтобы ей не крутить магнитофон. Вот как было. Я бы прятал. Тут... Дело в том, что тут не написано, что он сам себя назвал. А тут переименован. Ну вот кем он переименован-то был? Кто ему вот это сказал? Павлом стать. Не будем гадать, кто. Я думаю так, что это Бога Господь подсказал. Бога Господь.